В июле 2023 года объем наличных денег в обращении в России увеличился более чем на 388 миллиардов рублей, следует из статистики Центробанка. Это почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. О динамике в Пермском крае поговорим с Оксаной Бурмистровой, начальником отдела наличного денежного обращения отделения Пермбанк России. Я приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Каков спрос на наличные на данный момент в Перми или в нашем регионе? Хотелось бы отметить, что в период с января по июль 2023 года спрос на наличные в кредитных организациях, в кассах кредитных и банкоматов снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ориентировочно на 9%. Но следует отметить, что это не линейный процесс. Спрос может быть больше или меньше в разные месяцы этого периода. А чем было бы условлено, это снижение на 9%? Есть ли какие-то причины? Во-первых, в том году у нас были всплески, связанные с геополитическими моментами. И поэтому в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, как я уже сказала, произошло снижение. То есть более стабильная ситуация в этом году. А что в целом обычно влияет на динамику, помимо каких-то политических событий? Вообще на спрос на наличные влияет, конечно же, экономическая ситуация в стране и в регионе в целом. Влияет уровень процентных ставок в кредитных организациях. Ну и, конечно же, работоспособность, инфраструктура безналичных платежей. Кроме того, на спрос влияние оказывают различные банковские продукты, которые направлены на стимулирование населения для осуществления безналичных расчетов. Но примером такого банковского продукта является система быстрых платежей, которой мы все успешно пользуемся. Что касается в целом спроса на наличные, как динамика по нему сказывается на экономике в целом? Есть ли какая-то связь? Для того, чтобы оценить степень влияния спроса на наличные деньги, на экономику в целом, здесь недостаточно рассматривать только изменения спроса на наличные. Здесь обязательно надо рассматривать объем безналичных расчетов. Ну и вообще, в принципе, в расчете используются различные экономические показатели другие. То есть это целый комплекс показателей. Что влияет на динамику? На динамика спроса на наличные влияет очень большой спектр факторов, среди которых можно отметить это фактор сезонности. То есть мы ежегодно наблюдаем в период летних отпусков повышенный спрос на наличные деньги. Кроме того, в конце года люди приобретают отложенные покупки, делают отложенные покупки, приобретают новогодние подарки. То есть спрос, естественно, тоже увеличивается. Также проведение в регионе различных культурно-массовых спортивных мероприятий тоже влечет на увеличение спроса. В этом году, например, мы обратили внимание, что спрос значительно увеличился в период празднования дня города Перми. 300-летия города Перми. То есть это понятно, люди приезжают к нам из других регионов, гости, туристы, снимают наличные деньги для того, чтобы была возможность расплатиться в павильонах уличной торговли за аттракционы и так далее. Кроме того, изменение процентных ставок по вкладам значительно влияет на спрос. То есть в какой-то момент времени люди понимают для себя, что выгоднее хранить деньги в наличных. Вот совсем недавно, в начале этого года, Банк России провел опрос населения Российской Федерации, по результатам которого было установлено, что в 2022 году треть населения Российской Федерации хранила свои деньги в наличной форме. Дальше уровень доходов населения влияет, уровень цен на товары и услуги, уровень финансовой грамотности. То есть люди зачастую просто не знают о том, насколько привлекательны безналичные расчеты. Изменения на фондовом рынке, то есть это изменение курса валют влияет. Ну и, конечно же, экономические, политические кризисы, пандемии, стихийные какие-то бедствия. В этот период люди предрасположены к паническим настроениям, начинают спасать свои сбережения, идут в банки, снимают. Но практика показывает, что буквально через несколько недель практически вся наличность возвращается обратно на счета банки. Что касается дальнейших прогнозов, есть ли сейчас такие и от чего будет зависеть спрос на наличные в Пермственном крае в ближайшем будущем? Ну, в общем-то, при стабильной экономической ситуации в стране спрос на наличные всегда зависит, в первую очередь, от доходности депозитов в банках, от уровня доверия населения к банковской системе, ну и, конечно же, от уровня безопасности, привлекательности и безналичных платежей. То есть, также опять от целого комплекса мер будет зависеть, и пока прогноз давать сложно, верно понимаю? Да. Благодарю вас за такой экспертный обзор. Напомню, что сегодня мы говорили о спросе на наличные. У нас в студии была Оксана Бурмистрова, начальник отдела наличного денежного обращения отделения Пермбанка России. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»